А вот чего я однажды слышал А вот чего я однажды слышал Заблудился солдат в зоне ночью, идет и кричит Ребята, товарищ капитан, ну хоть кто-нибудь Тут глядь, огоньки в кустах горят, вроде как глаза Но он, короче, заткнулся сразу А из кустов голос нечеловеческий Зачем среди ночи шумишь? Слышь, солдат с перепугу штаны напустил, но отвечает Извините, я тут это, заблудился как бы Вот кричу, думаю, может товарищи услышат А тот в кустах тащится Нет, товарищи не услышат А вот я услышал Только тебе от этого какая польза Ужин ты мой А вот анекдот Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства Ну и наняли под это дело группу сталкеров Проходит несколько дней Один сталкер приходит к профессору и говорит Слышите, а вы мне что, колеса заменили, да? Кто-то очочки поправил и ему так осторожно А почему вы вдруг решили, что препарат был заменен? А сталкер Так это, я когда раньше таблетки в лужу выкидывал Они тонули А сейчас вдруг плавать начали Класс! Внимание, анекдот Трое сталкеров делятся советами Один говорит Я себе куртку черную достал А теперь бандиты меня за своего считают И не трогают Второй А я свой костюм покрасил так Что сдалека на армейский бронежилет смахивай Третий А я надел старый рваный комбез А на спине надпись Я неудачник Тронешь И моя неудача передастся тебе Так ближе, чем на 50 метров Вообще никто не подходит Класс! Так, рукой махну, все смеются, ясно? Висит на стене бара объявление По поводу празднования Дня Сталкера Организуется выход в глубину зоны Для охоты на монстров И поиска артефактов Сбор всех Сталкеров Любителей этого дела Назначен на 6.30 Этого дела брать с собой По два литра Короче, анекдот Подъезжают как так бару два Сталкера Один на навороченной Тойоте Другой на раздолбанном таком Ниваке Ну, крутой выходит из тачки И видит тот, что на Ниве приехал Дверь никак закрыть не может Ну, он ему, значит, и говорит Мужик, ты че уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный Я тачку вообще никогда не закрываю А тот ему отвечает Да я вот тоже не закрывал Так вчера, блин, бюреры залезли И все сидушки заблевали Ну, ты вообще Короче, анекдот Встречаются два Сталкера Помнишь Васю, ну, того, который еще хотел летчиком стать? Ну, и че? Да он вчера в трамплин попал Ну, попал, и че? Да ничего Сбылась у человека мечта Полетел Ну, сейчас я выдам Учит старый Сталкер новичка, как оно в зоне жить Как что делать Как вообще вести себя, чтобы в неприятные ситуации не влипнуть Молодой вдруг спрашивает А представьте такое дело Вот идем мы с вами по зоне И тут со всех сторон монстры Все какие есть А у нас один патрон на двоих У вас в стволе Как вы тогда поступите? Сами застрелитесь А меня на растерзание оставите Или меня застрелите А сами как-то выкручиваться будете Старый Сталкер, не раздумывая Говно вопрос Тебя, конечно За то, что накаркал Я тут вспомнил вот Встречает Сталкер своего старого друга А тут помятый весь, фингал под глазом Петя, что с тобой? Да блин Напали, побили, деньги отобрали Ты их запомнил хоть? А чё её запоминать? Жену-то А хорошо А чего я как-то слышал? Заныкал Сталкер на дереве хабар Ну и как-то вечером решил проверить Как там, что, всё ли в целости И надо же Сидит кто-то там Шуршит Ноги босые свисают И цап того, что на дереве сидит Крепко между ног И строго так Колись, сука, кто такой? Из какой группировки? Тишина Ну Сталкер ещё сильнее нажал Кто такой, спрашиваю? А тот опять молчит Ну, рассердился Сталкер Сдавил так, что прям по руке потекло Слышишь, скотина Я сейчас тебе вообще оторву всё Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый слабый голос Контролёр я А какого молчал, сволочь? Так я же не мой Ну ты выдал Так, рукой махнул Все смеются, ясно? Оставил бывалый Сталкер Свою машину в кустах Только уходить Видит, рядышком с ней уже Кровосос ошивается Ну Сталкер ему и говорит Валил бы ты отсюда, пока цел А тот обиделся Сто лет, мол, мне твоя машина не нужна А Сталкер ему отвечает Машина, может, и не нужна, блин А вот похабщину нацарапать на ней Это вы мастера Ну, немного не в тему, но вспомнил вот Учит, значит, со контролёр Слепого пса всяким штукам На задних лапах там ходить Мёртвым притворяться Дело туговато идёт А рядом зомби стоит и прикалывается Ничего у тебя не выйдет Фигнёй страдаешь А контролёр ему пальцем так погрозил И отвечает Слышь, Сталкер, заткнись, да? Ты мне тапочки приносить Тоже не сразу научился Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Бывалый только ухмыляется. Тут на одном из перекрёстков бывалый как хлопнет себя по лбу. Вырвал у новичка карту, глянул. Точно! А ну, салага, давай вон к тому дому проберёмся. Пробрались. Бывалый, теперь давай в этот пародняк. Зашли, поднялись по лестнице. Бывалый говорит, стоп, ломай эту дверь. Новичок с разбегу выносит дверь. Бывалый, давай в кухню, ломай вытяжку. Новичок, значит, пытается отодрать решётку от стены. Пыхтит и спрашивает так с уважением. Слышь, а чё хоть за артефакт такой, что сам не смог унести? А бывалый ему, какой нахрен артефакт? Я до аварии в этой квартире жил, а в вентиляции водку от жены прятал. Давай, ломай быстрее! Ну, сейчас я выдам. Стукнулись крепко, значит, в зоне две нивы. Из одной четверо сталкеров вывалили, и из другой столько же. Слово за слово, мордобой пошёл, потом пальба началась. А в кустах у дороги сидит контролёр и радуется. Классное я местечко выбрал. И поляну тут удобно с друзьями накрыть. Вот только шашлык приготовится, так мы и сядем. Вспомнил вот. Пришёл, значит, сталкер к доктору. Доктор осмотрел его и говорит. Вот это от усталости, это от нервного напряжения, а это от депрессии. Спасибо, доктор, спасибо. А у вас, кроме водки, ничего нет? А хорошо. Вот такое знает кто? В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошить его. Папа, папа, покажи сталкеров. Пап, ну покажи сталкеров. Тот зашёл в сторожку, выходит на каждой руке по черепу и начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даёшь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? Класс! Ну, теперь я расскажу. Сидят на берегу озера два сталкера. Первый говорит. Брешут всё по поводу радиации. Я тут уже фиг знает, сколько сижу и хоть бы хны. А второй ему. Точно-точно врут собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать стала. Врачу, что ли, показаться? А вот чего я однажды слышал. Приползает, значит, сталкер поздно ночью. Ну, теперь я расскажу. Как-то пропал один долговец. Должен был прийти с утра, а нету. Ждут его товарищи, беспокоятся. В конце концов прибегает. Ну, остальные к нему. Чё случилось-то? Ты куда пропал? А он им, да тут это, значит, решил я с утра тварей в окрестностях немного помочить. Как обычно, перемочил два десятка кровососов, пяток бюреров, триста и слепых псов извёл под корень. А зомби так и вообще не считал. Ну, это понятно. А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку, гляжу, а там такой крутой, что даже мне с ним не справиться. Забыл, что зеркало у входа. Ну, в общем, обделался я со страху. Ну, ты выдал. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Поймали как-то долговцы свободовца Растамана. Решили, что надо его потрясти, где чего у свободы спрятано. А он, значит, ни в какую не колется, пока не припёрло его покурить. Дайте, говорит, пыхнуть, я вам всё выложу. Ну, долговцы вернули ему запас. Он косяк забил, раскурил, сидит, кайфует. Ну, спрашивают, где? А он в непонятках. Так это, ребята, вы чего, сами не видите? У вас артефакты прямо под ногами валяются. О, блин, а теперь и небо пошло в алмазах. Офигеть! Внимание, выдаю шутку юмора. Сидят два сталкера в баре. Выпили уже хорошенько и обсуждают всех вокруг. Самые ленивые — это военные. Сталкеров на самом кордоне грабят. Отобрал хабар и тут же через сто метров продал Сидоровичу. Нет, ты не прав. Самые ленивые — это торговцы. Я вот знаю одного. Так он специально пораньше встаёт, чтоб подольше ни хрена не делать. Ты даёшь! Ну, ты выдал. Внимание, выдаю шутку юмора. Один сталкер у другого спрашивает. А знаешь, какая машина самая сталкерская? Нет, отвечает тот, какая? Запорожец. Почему? Да всё просто. Надёжная, как танк. И багажник спереди. За хабаром удобно присматривать. Ну ты выдал. Ну, сейчас я выдам. Встречаются как-то два сталкера. Ну, один другому и говорит. На днях к долгу заходил на огонёк. Ну и? И остался должен. А потом зашёл к свободе. И чё? И стал свободен. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Пошли однажды два новичка в зону. Не успели и пары шагов сделать. Глядь, на них кровосос напал. А вот чего я однажды слышал. Свалился как-то на баре кирпич с трубы. Ну и кого-то зашиб. Народ переживает, сочувствует. Надо же, как не повезло мужику. Кирпичом по голове. А потом присмотрелись. Ёханы бабай, это ж зомби. Как от шока отошли, ещё больше переживать начали. О, это ж надо же. Зомби развелось. Уже и на баре кирпичу упасть негде. А вот чего я однажды слышал. Студент на экзамене. Профессор, понимаете, я не могу сдать математику, потому что в последнее время совсем не сплю. Только глаза закрою, сразу такой кошмар снится. Будто меня на заброшенной атомной станции окружают страшные мутанты и вот-вот разорвут на кусочки. А профессор ему, значит, и говорит. Окончив институт с теперешними знаниями, молодой человек, наверняка подались бы в сталкеры. А там и до кошмара ваших недалеко. Ну, у меня есть верное средство. Переэкзаменовку по математике вы так и не сдали, а следовательно будете отчислены и пойдёте служить. И никаких монстров. Ну, кроме разве что дедов. Ну ты вообще. Внимание, выдаю шутку юмора. Разговор на блокпосту на кордоне. Товарищ прапорщик, а можно телевизор посмотреть? А что ж нельзя, боец? Можно. Только уговор, чтобы не включать. Да ты даёшь! А чего я как-то слышал? Доктор слушает сталкера, пришедшего на приём, и приговаривает. Хорошо, хорошо. Доктор, а что хорошего-то, спрашивает сталкер. Хорошо, что не у меня. Класс! Ну, сейчас я выдам. В хлам пьяный сталкер в три часа ночи возвращается домой. Так, рукой махну, все смеются, ясно? Как-то один мажор присытился своей халявной жизнью. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Заползает пьяный сталкер в бар на карачках, поворачивает к стене и начинает... А вот анекдот. Один сталкер говорит другому. А я с собой в поход всегда фотографию тёщи беру. Зачем? Ну, как же? Холод, грязище, аномалии, мутанты. А я гляжу на карточку и думаю, Господи, хорошо так. Класс! Вспомнил вот. Привезли как-то одного из чинов в зону, показать что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили, а некоторые вещи у него украли. Вот такое знает кто? Пересеклись как-то возле кордона сталкер и вояка. Сталкер-солдату, куда чешешь? Ты чё, мужик, охренел? Это ж военная тайна. Эй, не гречись, ну не знал. А что несёшь-то такое тяжёлое, весь запрел? Да блин, запреешь тут. Патроны эти бронебойные на склад переть. Ну ты выиграл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok